Народный контроль. Активисты регионального отделения ОНФ проверили условия проживания переселенцев из ветхого аварийного жилья. Общественники обнаружили, в многоэтажке по улице Тажукино не работает лифт, в дом не провели газ. Сейчас подрядчики устраняют проблемы. Тем продолжит Адам Абазов. Утром с девятого этажа вниз, вечером наверх. Пешком и так каждый день. Когда из барака на Кабардинской, говорит Марьяна Мезиева, переезжала в новый дом на улице Тажукино, который был построен еще два года назад, думала про неудобства забудет навсегда. Оказалось, в многоэтажке не работает лифт. Сейчас вроде бы начали делать лифт. Будем надеяться и ждать, что это будет очень скоро. В самое ближайшее время необходимо провести в дом и газ. По словам жильцов, на обращение к газовикам был получен ответ. Не могут дать голубое топливо, пока весь дом не будет полностью заселен. Тогда хозяева квартир обратились в исполком регионального отделения Народного фронта. Кое-какие недоделки они устранили. В частности, они сейчас занимаются тем, что лифты стали устанавливать. А когда мы в прошлый раз были, вообще дверей не стояло на этих лифтах. Сейчас вот кнопки сделали, электричество развели. Работа проводится. И вот здесь для подключения газовых точек, газовых точек уже за территорией этого здания пытаются провести сюда, подключить газ. Впрочем, обращение жильцов 120-ти квартирного дома на отожукино к общественникам не единственное. В целом ситуация нормальная, работа идет. Да, какие-то определенные недочеты есть, но люди нам о них сообщают, и мы сами их выявляем, ездим по объектам. И сигнализируем о этих недочетах, нас слышат и стараются устранить по мере возможностей. Вести народный контроль и помогать в устранении недостатков – основные задачи, которые ставит перед собой ОНФ. И в большинстве своем, отмечают общественники, вопросы граждан решаются вместе с представителями исполнительной власти. Адам Абазов, Нуржан Кубади, Иван Зорко Широков, Вести Кабардино-Балкария.